Сейчас утренняя рутина приобрела фундаментальное значение. Священный час, о котором я говорил с пяти до шести утра – это ваш помощник. И формула 20-20-20 – 20 минут на утренние упражнения, 20 на медитацию и 20 на ведение ежедневника. И не забывайте пить больше воды. А чтобы регулярно соблюдать утреннюю рутину, вам нужно как следует высыпаться. Сейчас вам может потребоваться даже больше сна, чтобы укрепить свою иммунную систему. Больше спите. Больше пейте воды. Потребляйте больше витамина Д, в том числе от солнечного света. Больше витамина С. И это время не только для уединения и изоляции. Это отличное время для прокачки своих навыков. Читайте больше книг. Слушайте больше подкастов. Больше учитесь. Привносите больше ценностей в ваш бизнес. В сферу вашей деятельности. Поддерживайте своих коллег. Несите больше ценностей миру. Если посмотреть на великих мира сего, то их воля закалялась именно во времена, когда весь мир рушился. И я хочу спросить вас. И вдохновить вас задуматься. Как вы можете из положения жертвы занять положение лидера прямо сейчас? Сейчас я сажу, обложившись антисептиками, как думаю и вы, друзья. Вчера в Стокгольме и Калгари ввели чрезвычайное положение. Да, я слышала. На самом деле я особо не поддаюсь панике, потому что я из тех людей, которые любят говорить «я все контролирую». Но сейчас я не могу контролировать ничего. И я даже наслаждаюсь этим. Да, я не могу контролировать коронавирус. Так же, как и никто из нас. Но мы можем контролировать свое отношение к тому. И то, как мы транслируем его другим людям. Потому что если вы паникуете, то люди вокруг вас тоже начнут паниковать. Так что я всегда стараюсь все воспринимать как лучшее, что могло случиться. Говорят, что в Пенсильвании ввели ЧС, но я работаю в госпитале. Боже, берегите себя, если вы работаете в госпитале. Тони Робинс говорит, подумайте, как вы можете взять ужасную ситуацию и извлечь из нее лучшее из возможного. Так что я думаю, здесь все дело в нашем восприятии вещей. Сейчас ничего не поделать с этим вирусом. Так что я лучше абстрагируюсь. Но я могу контролировать свои реакции. Могу найти что-то хорошее. Я имею возможность провести трансляцию в Инсте с вами в понедельник в 2 часа дня. У меня не было бы такой возможности раньше. Уже один плюс. Второй, обычно мы не так много видимся с мужем, потому что все время куда-то бежим. А сейчас у нас куча времени. Поэтому подумайте, чем эта ситуация может быть хороша для вас и... Оставайтесь позитивными. Что вы делаете, чтобы с пользой проводить это время? Исаак Ньютон на карантине разработал дифференциальные и интегральные исчисления. Шекспир написал «Король Лир». Так что и мы могли бы что-то сделать. Особенно, если работа из дома для вас в новинку. В 2008-м, после экономического кризиса, у меня случился настоящий прорыв в моей карьере фотографа. О чем бы я и подумать не мог. Моё сообщество стало очень быстро развиваться и вскоре выросло в приложении Best Camera Up и Creative Life. Я выпускал много контента, потому что тогда работы особо не было. Так что никогда не знаешь, к чему все приведет. Возможно, это время станет очень мощным толчком вперед для вас в эти смутные времена. Все возможно. Было бы желание. Просто продолжайте делать то, что можете. Кто-то спрашивает, работают ли сейчас в Италии, и ответ – нет. У них все полностью закрыто. Кто-то пишет, что через пару лет про коронавирус никто и не вспомнит, но я думаю, что через пару лет люди все равно будут им болеть. Просто, возможно, в другой форме. Он останется так же, как птичий грипп, азиатский грипп, который был в 1957-м. Мы этого не помним. Но почитайте об азиатском гриппе. Он убил 34 тысячи человек в США, и он все еще существует. В экономике произошел спад. Люди перестали покупать вещи на какое-то время, но затем они начали покупать еще больше, чем раньше. Всегда бывают определенные сдерживающие факторы, и экономика развивается волнами. Возможно, так же будет и здесь. Никто не покупает сейчас, а через три месяца опять начнут покупать. Подумайте о своем страхе. Чего вы боитесь? Каков наихудший сценарий? Вы боитесь заболеть? Вы боитесь, что заболеют ваши близкие? Вы боитесь за работу? Боитесь разориться? Каков наихудший сценарий? И подумайте, что можно предпринять в этом случае. Но осознайте и то, что наихудший сценарий практически никогда не происходит. Всякий раз, когда я паниковал, о боже, я потеряю все свои деньги, потеряю деньги, и меня посадят безо всякой причины. Ничего не происходило. Наихудший сценарий никогда не реализуется. Так что поймите, чего вы боитесь. Не злитесь. Не злитесь на вирус. Не злитесь на китайцев или политиков. Обратитесь к себе и спросите, чего я боюсь? Боюсь заболеть? Как обезопасить себя? Боюсь потерять деньги? Как защитить сбережения? Просто будьте честны с собой. Страх естественен. Когда мы находимся в непонятной ситуации, страх возникает по биологическим причинам. Когда наши предки проходили мимо подозрительно шатающегося дерева, они убегали. Они не думали, «Хм, интересно, что же там на этом дереве?» Они убегали автоматически. Потому что включался страх. А тех, кто с интересом останавливался, чтобы рассмотреть, что там за листвой, съедал тигр. Потому они и не стали нашими предками. Поэтому страх – это естественная реакция организма на ситуацию неопределенности. Наиболее вероятно, что никто из вас не умрет, потому что в процентном соотношении от коронавируса умирает очень малое количество людей. Но вероятно и то, что большинство из нас заболеет. У кого-то будут симптомы, у кого-то нет. Но в итоге вы поправитесь. Да, люди за 70 подвержены наибольшему риску. Им следует оставаться дома. Но как бы там ни было, поймите, чего вы боитесь. Представьте наихудший сценарий. Проанализируйте его. Берегите себя. Спите по 8 часов в сутки. Не питайтесь вредной едой. Я отказался от быстрого питания и выпивки. Поддерживайте себя в форме. Бегайте. Потому что это не только полезно для тела. Но это еще и мощный антидепрессант, который поможет снизить напряжение. И сделайте, сделайте что-то творческое сегодня. Потому что это позволит вам погрузиться в поток. Это захватит вас. Вы пишите 10 идей. Порисуйте. Напишите рассказ. Начните вести дневник. Просто записывайте свои ощущения. Сделайте что-то творческое. Это поможет избавиться вам от нагнетаемого беспокойства. У меня уже есть кое-какие инвестиции. Но мой финансовый советник сказал, сейчас лучше не выводить их. Только если тебе срочно не нужны деньги. Лучше пережди. Как считаешь, стоит продавать или покупать? Я считаю, что этот человек дал тебе отличный совет. Очень хороший совет. Я считаю, не нужно спешить. Паническая продажа – это, пожалуй, глупейшее решение. И я не считаю… То есть не хочу… В общем, я считаю, что на рынке сейчас спад. Примерно на 10-20%. Мне так кажется. Не знаю, так ли это, но мне так кажется. И тем не менее, продавать из-за паники – здесь расчет на перспективу. К счастью, у этого твоего финансиста котелок варит. Или это она. И тебе сейчас не надо судорожно покупать, чтобы сразу продать. А сейчас из-за коронавируса так и происходит. А тебе нужно рассчитывать на длительную перспективу. А если ты рассчитываешь на мгновенную выгоду, это очень трудно. Решение, которое я принял в своей команде, и которое всем рекомендую, особенно тем, у кого есть семья или своя команда, во-первых, дайте людям понять, что их безопасность – это ваш главный приоритет. Их душевное, эмоциональное, физическое, финансовое состояние – это ваш главный приоритет. Это первое. Пункт второй. Повторю еще раз. Во времена хаоса, неопределенности, страха и всего подобного выигрывают те люди, которые держатся вместе. Мы нужны друг другу. Несмотря на все эти «мне никто не нужен». «О, еще как нужен». Когда все идет хорошо, легко махнуть рукой «ты мне не нужен». Но знаете, человек – это особь социальная. Нам всегда нужна связь друг с другом. Иначе зачем вы сейчас это смотрите? Вы хотите слушать, узнавать, делиться. Поэтому мы нужны друг другу. Я сейчас говорю, как Берни Сандерс. Мы нужны друг другу. Мне нравится Берни. Нужно убедить людей, что я как директор компании беру их безопасность на себя и что ко мне можно подойти с любой проблемой. Братья моей жены очень молодые. Им по 23 года. И они такие, да ладно, все преувеличивают. Вирус не настолько страшен. Но вот в чем дело. Дело не в том, что вирус не страшнее гриппа, а в том, что это пандемия. Это не шутки. Компании прекращают работу. Цены на акции рухнули, и их трясет. Вероятно, мы на пути к кризису. Последствия могут быть очень серьезны. А может и нет. Но все происходит наяву. И существует разница между тем, как все повлияет на отдельного человека и на общество в целом. И это зависит от того, что происходит вот тут. Вот о чем я хотел поговорить. Что если мы посмотрим на все с другой стороны? Что если мы решим, что будем примерами для подражания? Лидерами. Покажем людям, как пережить это все. Вернусь немного назад. Единственное, чем я могу помочь в текущей ситуации, это говорить о прошлом. Мне 51 год, я работаю сам на себя 17 лет, когда начал продавать дрова. Уже потом я основал множество компаний, но начинал я с дров. С ремонта авто. Я пережил кризис конца 80-х. Кризис 2007-го. Я также был свидетелем 11 сентября. И для меня все это... Да, да, я вижу, приятель. Я вас тоже люблю. Спасибо за слова. Но позвольте, я поделюсь своим опытом. Все, что происходит, это очень похоже на 11 сентября. В один день мир изменился. Особенно это коснулось Америки. В тот день мы в Америке утратили чувство защищенности. Ведь, по сути, до этого на Америку никогда не совершали нападения извне. Наверное, только один раз, Пёрл-Харбор. В Америке не было войн, мы были под защитой. Как вдруг внезапно нас атаковали прямо в нашей стране. Тысячи жертв. И в один день мир изменился. Изменилась экономика. Весь мир. Все начали бояться. Я лично помню, как боялся идти на баскетбольный матч. В супермаркет. Если вы очень молод, вы вряд ли это вспомните, а тем, кому за 35, наверняка вы это помните. Было страшно. Справа люди твердили, мир никогда не будет прежним. Особенно Америка. Слева говорили, да ладно, пустяки. Говоря лево и право, я не имею в виду политические ориентиры. Но вот в чем дело. Во время этого хаоса произошло то, что произойдет и сейчас. Люди активизировались. Появились примеры для подражания. Лидеры. Они вдохновили людей вылезти из своей раковины, вновь вернуться в мир. Вдохновили на действия всех. Детей, семью, друзей. И мало-помалу, особенно здесь, в Америке, к нам вновь вернулась уверенность. И затем она укрепилась. Для многих сейчас этот день ничего особенного не значит. Но то была трагедия и часть нашей истории. Вот к чему я пытаюсь вас подтолкнуть. Если смотреть через призму времени, неважно, сколько вам, 20, 30, 40, 50 или 60 лет, или даже больше, помните? Помните, как меняются времена года? Весна, затем лето, затем осень, затем зима. Так и наш мир. В нем все циклично. Долгое время у нас было лето. И это было прекрасно. Лучшая экономика мира целых 10 лет. Все казалось идеальным. Но зима пришла очень быстро. И я не знаю, сколько она продлится. Я не экономист, поэтому не могу прогнозировать. Я просто знаю, что сейчас наступила зима. И это может быть началом кризиса. А может его и не случится. Но для вашей семьи и для вас лично все будет зависеть от вашего восприятия текущей ситуации. Возможно, будет трудно. Еще раз вернусь чуть назад. Многие говорили, моей сферы это не коснется. Но это коснется всех и каждого. Это коснется всех. Но некоторые люди смотрят на все с позитивом. А некоторые наоборот. Если вы работаете в сфере информации, в сфере онлайна, цифровой экономики, и если вы продаете знания, по моему мнению, исходя из моего опыта, когда происходит такое, люди стараются обучаться чему-то новому, находясь дома. Если вы работаете в этой сфере, это ваш шанс. У вас есть возможность помочь людям. Но другие сферы пострадают. Просто осознайте, что осложнения неизбежны. Но знаете, кто выходит победителем? Не тот, кто что-то изобрел, и не тот, кто извлекает личную выгоду из таких ситуаций. Знаете, кто побеждает? Тот, кто находит в себе способность стать примером для подражания, лидером в трудные времена. Друзья, если вам понравилось это видео, то вы, возможно, захотите посмотреть и другие видео об успешных людях. Подписывайтесь на канал, и вы увидите то, что вдохновляет меня в других, и что я применяю в своей жизни и бизнесе. И оставляйте свои комментарии внизу.